Давайте возьмем опять-таки это дело по краже миллиарда. Что нам мешает? Так вот я вам хочу сказать, что дело по краже миллиарда – это самая настоящая война. Между кем и кем? Война прокуратуры со всеми другими структурами, юстиции, структурами государства, которые не только блокируют деятельность прокуратуры или не оказывают содействие прокуратуры, но и блокируют нашу деятельность. Давайте я вам… Я хочу, чтобы вы конкретно привели пример. Хорошо, я привожу конкретные примеры. В сентябре месяце мы завершили уголовное дело в отношении Виктории Банк и госпожи Политовой. Мы ознакомили фигурантов дела с материалами дела, и уже в начале ноября мы готовы были дело направить в суд. Мы до сих пор дело в суд не направили. По той лишь причине, что у нас очень изобретательные судьи и адвокаты. Кулибины и Поповы просто отдыхают. Что делают адвокаты? После того, как делают, дело закончено. И никто туда больше вмешиваться не имеет права. И тем не менее, адвокаты… А что вменяется Политовой и Виктория Банка? А я объясняю. Я объясняю. Ничего не меняется с нашей точки зрения. Что вменяется им? Что им предъявляется? Виктория Банк и госпожи Политовой вменяется участие в хищениях, в отмывании денег и злоупотреблении. Виктория Банк, как юридическому лицу, потому что юридическое лицо может привлекаться к уголовному ответственности только по некоторым, вменяется отмывание денег. Для нас это дело важно с многих точек зрения. В первую очередь с точки зрения того, что до сих пор никто в отношении этого банка никаких следственных действий не предпринимал. Хотя участие банка в этих схемах привело к тому, что из государственных бюджетов изъяли более 2 миллиардов леев. Мы посчитали, я посчитал и вместе там команда, что мы должны привлечь этих людей к ответственности. Мы завершили. Так вот, что сделала судебная инстанция? Адвокаты обжаловали постановление прокурора о том, что дело в отношении Политовой и Виктории Банк было выделено с общего дела. Хотя это исключительно компетенция прокурора, и никто не имеет туда вмешиваться. Что вы думаете, сделала судебная инстанция? Судебная инстанция признала, что незаконно прокурор выделил. Хотя еще раз говорю, таким образом уничтожив всю доказательную базу. То есть судебная инстанция изначально похоронила все дело. В смысле? То есть получается, что вы теперь должны будете отправить в суд все дело о краже миллиарда? И теперь получается, что мы вообще это дело, вообще из дела кражи миллиарда, мы должны его расследовать бесконечно, потому что отдельные эпизоды, оно состоит из разных эпизодов, из разных людей. Так вот, мы расследовали дело по сегментам, и это абсолютно нормально, потому что мы не можем охватить 100 человек сразу. Мы охватываем какой-то элемент, участие, допустим, какого-то банка в определенных эпизодах, расследуем и направляем это дело в суд. И это обычная практика, которая никем не ставилась никогда под сомнением. И суд решил, что это незаконно? Суд решил, что это незаконно. Что вы будете делать? Нет. И при этом лишил нас возможности обжаловать это решение дальше. Мы собрали совещание как бы лучших умов прокуратуры, посоветовались с некоторыми судьями, у которых есть еще какое-то чувство гражданской ответственности, и все-таки нашли какие-то лазейки для того, чтобы обжаловать. Мы обжаловали его, обратите внимание, мы обжаловали его где-то в начале ноября месяца. Дело назначили распотрение 15 декабря. Наталья, секундочку, заслушай. 15 декабря мы писали заявление об ускорении, арестованных ценных бумаг на сумму 2 миллиарда леев. И долгое нахождение банка в таком состоянии может привести определенными и финансовым последствиям, дестабилизация на финансовом рынке. Мы всех этих вещей пытаемся избежать. Мы наоборот консультировались со всеми возможными людьми для того, чтобы не навредить деятельности банка. 15 декабря мы ждем, что наконец-то это дело будет рассмотрено. Опять начинается комбинация судейского характера, и дело откладывают на 26 января. А скажите, вот эти комбинации судейского характера, о которых вы говорите, господин Станиноглова, все в этой стране, кто хоть и раз в жизни сталкивался с судебной системой, я имею в виду людей более-менее обеспеченных, представлявших крупный бизнес, группы интересов, политические круги, прекрасно знают, что эти комбинации означают дать взятку суде. Поэтому переносится. Я не хочу переходить к таким крайностям. Я понимаю, что без интересов это не делалось. Я понимаю, что сегодня судебный... Все, что связано у нас с фуртом Меллиарду, это тотальное давление на всех, на судей, кроме прокурора. Редактор субтитров А.Семкин